все хорошо значит смотрите продолжим немножко то что мы делали в прошлый раз в плане воспоминания по поводу массажа и мануальной такой коррекции для шеи и воротниковой зоны вот и вот офисный сотрудник да чаще всего у них страдает именно вот эта вот зона шея вот эти вот трапециевидные мышцы да и область до до конца лопатки практически небольшая область есть такие команды и у нас тоже они формируются сейчас в альфа-топе которые работают по выезду это для тех кто хочет трудоустроиться в принципе можно будет вот так вот отдельно выезжать зарабатывать на офисах потому что делать это все быстро достаточно не раздеваясь без всякой специально какой-то там столовник и там простынение надо никаких специальных подготовок зачастую даже без масла сухими руками все это делается и есть разные способы как можно положить или подготовить тело человека во первых это если мы делаем в плане массажа то он просто напросто лежит на столе головой либо в дырку либо подложив ладонь на ладонь и лбом на руки часто просто бывает так смешно происходит когда я говорю пациентам а теперь положите руки под голову лбом на руки они не понимают что это такое это какой-то вообще это какой-то казус кто как ложится вы даже не представляете на прошлый раз рассказывал по моему да там они и вот так кладут руки и вот так сыпают и вот так и кулачками и подбородком вот так вот а некоторые бывают вообще начинают за края стола вот так вот сползать и прям туда голову свешивают я им говорю лбом на руки они не понимают как это как спрашивают какое-то чудо непонятно далее смотрите если можно обниматься обниматься можно обниматься кто такой у меня здесь у меня здесь в большом салоне двадцать столом под столом который ярко нет я нормально вы посмотрите я внизу нет у нас влечение у нас в курочек получился а а вот у нас мы где-то посидим у нас у нас у нас у нас у нас 운 corp давайте чуть с애сть CPR подвинем вот сюда где если как пациент тыavait EbB få не этоbb демонстрирует просто показать как это делает Соответственно, я работаю обычно, вот видите, лубом на руки. Лег человек, да? Открыта спина, открыта шея, и вот когда руки идут вверх, у нее расслабляются именно вот эти вот трописеведные мышцы. Именно поэтому мы так платим человека, да? Можно работать стоя. Я обычно вот так вот это делаю, да? Разминка, соответственно, начинается с растирания. Вот такими энергичными движениями. Видите, да? Вот так вот. Либо мы вот так вот работаем, растираем. Потом переходим к разминаниям. Ну, саму технику я вам показывал, да? В прошлый день. Разминаем, соответственно, берем пучок мышц вот этих трописеведных. Видно, да? И начинаем этот вот валик вот так вот проходить вдоль него от начала шеи до того места, где стыкуются лопатка с ключицей, да? Показывал я это вот именно на вот такой вот змеи. Вот видите, как она вот эта валик так же перегибается между нашими пальчиками. Чтобы делать более сильно, мы не только пальчиками берем, а берем, захватываем вот этим местом. Понимаете, получается область гораздо больше. Чуть-чуть уж серьезного нажатия, да? А что тут? Повести что ли? Еще пока ничего не произошло. Далее можно, как еще усилить движение? Одним пальцем большим упираетесь в эту сторону, а этой рукой как бы поддаете мышечную складку. И проминаете ее, и одновременно так вот вытягивая под центром, мы идем к периферии. Потому что наоборот, обычно все сжатия идут вверх, к шеве. Понимаете, да? И то же самое можно делать со стулом. Вы в качестве эргономики массажиста используете обязательно стул. Можно сесть вот так вот и для вас комфортное положение, да? Вот это то же самое проделать. Единственное, что давить сверху будет неудобно. Вот я по этому делаю обычно стоя, потому что я маневрировал. Или я отхожу сбоку и подаю как бы мышцу из ладони, из ладошки в ладошку. Вот так вот. Видите, да? Сбоку это удобнее делать, поэтому не всегда важно сидеть. Ну, то же самое мы делаем и с шеей. Сами упражнения мы сейчас повторим. Я поподробно на них остановлюсь. И то же самое можно делать, если, например, пациент сидит на стуле. Манье, вставай. Да, лучше стул, как мы положим. Поставим. Чтобы твои ноги мчались сюда. Они сюда садились? Да, садись на стул. Вот такой есть вариант. По ближайшему столу. И локтями так же, такая же поза, только локтями прям широко, глубоко вот сюда на стул. Вот, видите, вы стоите с этой стороны. Вам тоже достаточно удобно проделать то же самое. А еще удобнее делать, манье, чуть-чуть перестань. И сядь еще полугольнее. Если у вас пациент переваливается через подушку, руками сюда, подбородком за подушку, вот сюда. Так, удобно? Видите, что происходит? Происходит очень удобное растяжение шейных позвонков. И вроде бы подбородок напирает, если я буду делать, да? Нормально чувствуется? Вот. И с другой стороны, получается, и шея для вас открытая. Понимаете? Делаем мы, в принципе, те же самые процедуры. Вот видите, уже покраснение пошло. Это от растирания. Опять же, растерли. Растерли таким способом. Как можно еще растирать, помните? Позьми. Да, одной ладони можно. Круговыми движениями. Но, к сожалению, вот майку не дают показать. Будем снимать майку или оставим? Оставим. Значит, смотрите, вот можно, да, прямо вот эти вот, часто бывает, особенно у женщин, в возрасте, так называемый тещин холлик. Вот. Так. Я попросу. Это не про тебя. Тыщи-тещи. Тыщи-тещи-тещи. Молодая, сексалитная, красивая спортсменка. Ну, продолжайте. Эротичная, обаятельная, смотри, какая неженькая. Нежная кожа, даже непонятно откуда у тебя тут могут быть. Напряжение, которое у тебя, вся жизнь сейчас в радости и в сладости. Далее, смотрите, как. Чтобы усилить, видите, я уже разминание начал делать, да? Вот валик мышечный, беру и вот так разминаю. То же самое мы, в принципе, делали, когда работаем, например, с рукой, да? То есть берется мышца и растягивается, берется и растягивается. То же самое, когда мы сбоку шли. То же самое в валики, когда мышцы идут вдоль позвоночника, вот эти вот длинные, мышцы спины. Понимаете, да? Вот я, смотрите. Видно, я не знаю, плохо видно. Беру ее и развожу. Беру и развожу. Без масля немножко так пощипывает, да? Ну, это чуть-чуть, это все нормально. Это, наоборот, увеличивает кровообращение. Специально надеваю майку, потому что сейчас разминка идет... А вот цвета моя, короткая, что ли? А, извини, не видно. Просто смотри, я немножко одену сюда, чтобы скользила рука по ткани именно. Всей рукой. Вот такие вот движения. Понимаете? Они у меня идут с ротацией, с такой, с подкруткой. Это удобно делать еще вот с этой стороны, когда вы подходите. Рука как бы идет вот за плечо и шею вот так немножко на себя тянет. Видите? Шейные позвонки мы немножко на себя подтягиваем. Вот этими способами мы переходим уже к мануальному массажу. Почему этот рейнг называется мануальный массаж? Ой, извините. В чем отличие вот этой авторской методики, а всех остальных методик классического массажа, или там какого-то спортивного? Он мне называется мануальный, потому что мы все приемы подводим к тому, чтобы непосредственно воздействовать потом на костный скелет человека, да? И поэтому мы вот эти приемы, этим приемами раскачиваем позвоночник, да? Пока она лежала, пока пациент лежал, тянем его, за кожу подтягиваем. Вот эта ротация осистых отростков, которые могут друг относительно другу сбиться, да? Мы их немножко так подталкиваем, чтобы потихонечку позвоночник так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Уже за время нашего массажа он уже восстанавливается, выстраивается. Кроме того, мы еще же его и растягиваем в время массажа. Вот здесь подушка, она специально положена, чтобы растянуться. Иногда я для клиентов делаю несколько подушек, вот таких вот беру, и они ложатся на стол, мы сейчас, наверное, будем демонстрировать, прям буквально переваливаясь сюда, то есть голова у них свисает, получается. Таким образом, работая с шеей, у них одновременно здесь вот тазовые кости, да? Они по своим собственным весам стягивают позвоночник туда, то есть расслабляется весь позвоночный столб. Особенно проблемы еще бывают, где соединяется крестец с нижними поясничными позвонками. Так вот, разменяли так. Теперь смотрите, ну, когда мы работаем в офисе, да, мы можем носить с собой специальный стул, где человек сидит инвертированно. Так вы делали, да? То есть он, там специальная спинка такая сделана, когда он переворачивается, он туда удобно ложится, там, по-моему, такие подушечки под щеки, да? Вот, Татьяна, расскажи поподробнее немножко, как там это все происходит. Может быть, сюда? У нас такого стула нету, да. Либо просто берется, вот если в офисе мы делаем, вставай на, и разворачиваемся вот сюда, на эту сторону. Можно вставать так, вставай. Как правило, в офисе либо кресло, либо мощность уставить. Можно и на нем делать такое самое. Садись сюда, спиной к Татьяне. Просто немножко поясни, как это вот происходит. Как, сколько это времени тратится на это? На офисе 15-20 минут. Стулья обычная обоза такая, как вы показывали. Да, вперед стулы шарила. Вперед, обязательно, да. Чтоб человек сидел, там все это подвижное. Туда голова, там можешь регулировать, как голова. Может, вот так, так, так. Низ подвижное на руки, специально подвижное все стоит. Чтобы полностью раскрепостить спину, да? Да, да, да. Человек ложится, и спина полностью открытая, она свободная, и ты можешь с ней делать все, что угодно. Со всей спиной вы работали, да? Да, я со всей работаю. А если нет такого стула специального? Есть, например, много офисных сотрудников, там, в одном кабинете человек 10 сидит. Ну. Каждый на своем рабочем месте же может быть. Ну, здесь можно, я как бы со своей практики и со всего могу только вот, как бы, да, разогреть, растереть, немножко шею потянуть, и все, и руки, разогреть, то есть, ну, на таком обычном стуле, мне это не еду. Если в специальном, то там, как бы, можно всю спину, можно просто, можно легкие мануалки ставить. Так, ну, вот при этом еще, когда человек так сидит, удобнее, когда вы работаете все-таки 15-20 минут, самому тоже сесть. Вы садились, да, сами сзади? Нет, не садились. Можно сесть, можно стоя работать. Опять же, это вы просто маневрируете для себя. Легкие мануалки, ты говоришь, делали, это какие? Ну, когда нажимаешь и ферк, да, и шею нет. А, вот так ты шею делаешь, да? Нет, шею я обычно, когда человек, ну, вообще, у меня, я на таком не делаю массаж. Когда человек лежит, я вот шею подтягиваю. Вот так, вот, ну, как бы, подтягиваю. Потом, когда ты делаешь вот это движение, растягиваешь позвоночник. Лежа. Ну, он же, да, как бы, он с меня почти туда впирается. И, когда ты подтягиваешь вверх, вот, и оно, как бы, начинает там все выдвигаться, и такие поры, исходят хрусты, у кого-то в зажатии, они уходят вот таки. Потом мышцы растираешь, вот эти селены. Потом мете мышцы. Потом на логике переходишь. Ну, вот, все правильно вроде. И это занимает 15 минут, да? Все. Клиент расплачивается, можно переходить к следующему. Итак, мы выезжаем, обычный человек 5, в какой-нибудь офис, ну, который заранее заказывает, да, такую услугу. И буквально там за полчаса обрабатываем весь офис. Сняли денежную массу, поехали в другой офис. Это я в плане работы говорю. Теперь смотрите, давайте отработаем это все друг на друге. Разделимся по парам. Так, тебе надо, чтобы кто-то тебе делал. У тебя же тоже спина сажата, да? Да, но мне вы мне сделаете. Я тебе давай сделаю. Давай я буду на тебе показывать. А ты не боишься, наверное, терапии, когда хрустить позвоночник? Нет, я тогда буду в них сесть. Давай тогда смотрите. Я в своей работе, вот еще что делаю. После того, как обработала пациента лежа, да, на столе, очень полезно заканчивать. Ну, финалов есть много разных способов, которые зафиналить наши процедуры, да. Можно мануалкой пропустеть, он в шоке лежит, и все, мы его оставляем, да. Если мы делали какие-то теплые процедуры, например, обертывание, да, или там какие-то медитативные, например, с чашами, или вот с аппаратами, которые вибрирующие, да, там, прогревающие всевозможные, то лучше его просто так же оставить в этом положении, накрыть теплым полотенцем, заранее подогретым простынями. Обязательно все это имейте в наличии. И пусть он полежит хотя бы минут 15-20, чтобы у него, ну, утихомировалось там движение всякие в организме, кровь там, потому что во время массажа мы гоним лимфу, кровь и мешка сжидкой с обычным вверх. И, как правило, обычно там в голову. Это часто бывает даже давление у людей подскакивает, артериальное. Либо, смотрите, когда мы заканчиваем, ну, лежать не везде удобно, да, особенно если вы работаете, там тут просто поток идет, клиентов один за одним. Выясните, как восстановить форму. Я обычный человек осажаю после массажа на стол. Садить теперь лицом к нашим... Через вечерем. Через вечерем, да, вот сюда. Посадил сам его на стол, опустив, соответственно, ну, ну, смотрите, как-то, товарищи, так демонстрируем, буквально. Какие-то мануальные процедуры у нас заканчиваются лежа. Это ногу вот так, это к себе тяни, руку назад, это рукой держим колено. Знаете такие? А ты делала, да? Вот, смотрите, тут воздействие идет именно на поясничную область, да? Есть три или четыре способа, как это сделать. Во-первых, вот смотрите, голова должна свободно лежать. Чуть-чуть назад, чуть-чуть. Уже идет натяжение, уже идет скрутка. Ты чувствуешь, да, натяжение? Мы доведем его до предела и своими руками попробуем упереться в тазовые кости. Здесь мы упираемся в гребешок тазовых костей, который заканчивается, вот, представляете, да, как этот крестец. Вот крестец треугольный там, да? И тазовые кости они немножко вот упирают вот тут вот так. У них вот такой... Продолжение следует...